Ибн Аббас Эти люди, или это имена праведных людей из народа Нуха, когда они умерли, шайтан наущал или внушил их народу, чтобы они построили им памятники. Или ахири макали, до конца хадис, хази кисса, то есть это история у Газа-ль-Афар, где это сообщение Ан-Ибн Аббас, от Ибн Аббас, раду Аллаху, анхума, махмуля ляр-раб, то есть в нем ученые говорят, что это подобно словам правокства. Потому что это сообщение о прошлом. И ученые говорят, что подобные сообщения, исходя из Ичтихада, своего Наббас не сказал, и поэтому это взято из источника пророчества. То есть эти имена, это имена праведных людей. И кстати, Нух, алейсалям, баракулуфикум, был первым посланником. И между ним и между Адамом, алейсалям, было 10 веков. И как говорят ученые, в это время за 10 веков, баракулуфикум, среди людей было убийство. Есть же у нас история хабили и габили. Было прелюбодеяние, было воровство, был разбой, все-все было баракулуфикум, но не было ширка. И Аллах, алейсалям, первого посланника, Нух, алейсалям, послал, когда? Тогда, когда появился ширк. И в этом нам урок, баракулуфикум, то, что первое, с чего надо начинать вдавать это с Таухида и войне с ширком. Баракулуфикум, как хорошо сказали ученые, исходя, обсуждая это, или говоря, это в Сирии в наше время. То есть многие мусульмане, птица, маленькая птичка, намного умнее многих мусульман, намного умнее многих мусульман. То есть маленькая птица, которая какая-то 100 грамм там или сколько весит, у нее голова не больше, чем орех грецкий. И у нее мозгов намного больше, чем у многих мусульман, у которых 60-й размер головы. День-ночь на мембарах, которые кричат и призывают по строению государства, джигады и так далее и тому подобное. Эта птичка, когда увидел народ Саба, она прилетела Сулейману, алейсалям, и рассказала о чем. Я буду на шамса миндунилля. Они поклоняются народу, солнцу, кроме Аллаха. В этом народе было прелюбодеяние. В этом народе не было исламского государства, так или так. В этом народе был беспредел, убийство, воровство. Год-год Сулеймана про что рассказал? Про то, что в шоке был. Вообще от того, что он увидел. Поклоняются солнцу, кроме Аллаха. Не сказал, делают дина, не сказал, где убивают и так далее и тому подобное. А в наше время люди, Баракулуфикум, обо всем говорят. Обо всем говорят, кроме таухида. Мусульман, зайдите, Баракулуфикум, в страницы интернета. Как многие братья спрашивают, иногда часто задают вопрос. Какие ты советуешь слушать страницы? Какие страницы заходить? Ну, я, во-первых, сам не захожу, много не ковыряюсь. Не знаю, какие страницы есть. А просто ставлю, то есть общий ответ братьям дают. Тот сайт, у которого с самого начала, с самого до конца призыв к таухиду, иншалатали, в этом сайте есть добро. А все остальное просто-напросто закрывайте и блокируйте эти сайты, не позволяйте, чтобы эти сайты существовали на ваших этих. И не заходите в них, потому что зла в них больше, чем добра. Основа таухид, Баракулуфикум. Основа это призыв к таухиду и борьба с ширком. А все остальное, Баракулуфикум, это не является основой. Тем более, уже не говоря о тех сайтах, в которых призывается к биду. Потому что большинство тех братьев, да, большинство сайтов, я не говорю все, я говорю, большинство открытых сайтов, ими руководят, их администраторами являются невежественные люди, которые совершенно не разбираются в религии ислам. Которые очень мало знают о религии ислам. Да, у них есть намерение и благое. Маарадны иль-Хайра, как сказали, они хотели добро, хотят распространения ислама. Но у них знаний очень мало, Баракулуфикум. У них знаний очень много. И поэтому очень много зла они делают. Очень много делают зла, говоря о религии Аллаху спонталя без знаний. Говоря о религии Аллаху спонталя без знаний. Шей говорит, Это имена праведных людей из народа Нуха. Нух, алейсалям, пришел с посланием. Поклоняться одному Аллаху спонталя, то есть пришел с Таухидом. Как в Ширк попал народ Нуха? В Коране приведено две основы появления Ширка. Первый вид, что является основой Ширка, это Ширк народа Нуха. Второй вид, это Ширк народа Ибрагима. В чем проявлялся Ширк народа Нуха? Через праведных людей. То, что люди начали излишествовать в отношении правдивых и души этих правдивых. Пришел к ним Шайтан со стороны души этого праведного раба. Шайтанская костерка пошла. То есть, с того, какую пользу может принести этот дух. И то, что тот человек, который свяжет свое сердце с духом этого праведного, этот праведный сможет за него заступаться. Потом, из-за этого, все это возвеличивание привело их к тому, что они начали создавать всякие изображения. Памятники, памятники, всякие идолы строят. Второй вид, Ширка Умин Ибрагим. Это Ширк народа Ибрагима. И причина этого Ширка или начало этого Ширка была со стороны того, что люди начали смотреть в звезды или на звезды. Как они действуют. А это Баракулуфикум, то, что в наше время передается, как греческая мифология. Вот это и есть у Нижи Баракулуфикум все вот эти бога и так далее, созвездия, созвездия и так далее. То есть, греки были в Ширке народа Нуха, алейсалям. Мушрики Курайшиты были в Ширке народа Нуха, алейсалям. То есть, и любой Ширк, если вы посмотрите на земле, возвращается к этим двум видам Ширка. То есть, Ширк начался с чего? С Рубубия. То есть, они приписывали этим звездам то, что они действуют. Этот Зевс дает огонь, этот дает то, этот третий, этот четвертый. Есть же такой разговор? Потом за этим последовал Ширк, в чем? Волюгия. Как вот, в греческой мифологии написано, начали приносить жертвоприношения, закололись животные и так далее и тому подобное. Лянна умджалю ультилькальковаки паснаман. Потому что, в будущем, они этим звездам сделали идолов. Ваджалю лягусуран. Придали им. То есть, какой-то вид изображения, а это то, что сейчас в наше время до сих пор же есть, там вот это, знаки зодиака. У них же есть сура, так или так? У каждого знака зодиака есть свой внешний вид. Так же и есть в Греции, как у нас вот эти, есть же памятники. Памятники. Видите, как оно началось потихоньку? То есть, превратили их в идолов, и начали им поклоняться. И потом, смотрите, как шайтан приукрашивает. Это поклонение идолам в наше время сделали что? Искусством. И называют вот этот Акрополь чудом, одним из семи чудес мира. В чем чудо? Чудо Ширка? Инна Азалямрун Аджи. Действительно, Уджав, действительно, это чудо. Но чудо в разуме людей, то есть. Потому что люди, в Алия Азубеля, не понимают. Насалла Аляфа. Афи. Из самого большого зла сделали искусство. Поэтому, помните, мы вам говорили, как говорят об этом ученые, что шайтан приукрашает вещи. Ширк называют как? Чудом света. Ширк называют чудом света. Проявление Ширка, вот этих идолов, называют одним из чудес света. Насалла Аляфа Валяфи. Наузу Билляхи Минкайди Шайтан. Амма Кауму Нух. Что касается народа Нуха, факана Ширкум Фис Салихин. Что касается народа Снуха, то их Ширк был в отношении кого? Ширк в праведных людях. Фил Гау Лифис Салихин. То есть, когда они начали излиться, что это в отношении праведных людей. Кама Калеб Нуаббас, как Салаббас. Гуна Фибаяни Асливу Куи Газа Ширка. Рассказывая об основе появления этого Ширка. Фалям Магаляку. То есть, когда они умерли, эти праведные люди. Ау Ха Шайтану Ля Ковмигим, Анин Сыбу И Ля Маджалиси Хим. Шайтан Нушил их народу, чтобы они поставили или возлегли им статуи. Кану Яждисуна Фига Ансабан. То есть, в тех местах, где собирались эти праведные люди. Ва Саммугум Би Асмайгиме, назовите их именами. Фафалю. Так они и сделали. Точно так мы видим у христиан. У христиан этот же вид Ширка. Так или не так. Поставили иконы. Эти иконы же у них в основе же. Это как бы праведные же, правильно люди? И у каждого есть свое имя. Святой такой, святой такой, святой такой, святой такой. И они это сделали. И когда поставили были памятники, никто им не поклонялся. И когда умерли эти памятники, то есть, те, которые воздвигли эти памятники, и знания были забыты, то есть, во-первых, исчезли знания и было забыто, по какой причине поставлены были эти памятники, потом им начали поклоняться. Субтитры создавал DimaTorzok